Я вас приветствую, меня зовут Евгений Горобченко. В этом обучающем видеоуроке я хочу затронуть тему самомотивации. Действительно, как себя мотивировать на ту деятельность, которую совершенно не хочется выполнять. Но прежде всего я хотел бы, чтобы мы перенеслись на несколько лет назад. В подростковом возрасте, когда мы учились в школе, нас мотивировали наши родители, чтобы мы приносили домой хорошие оценки. Когда мы подросли, поступили в университет, нас мотивировали преподаватели. Если будешь плохо учиться, мы тебя отчислим, пойдешь работать, пойдешь в армию. Когда мы шли в армию, мужчины, нас там мотивировал старшина или же другой вышестоящий по званию военный. Когда мы пришли на работу, нас мотивировали наши руководители, которые говорили, если ты будешь плохо работать, мы тебя уволим. Жена может мотивировать мужа, муж жену и так далее. Но как же мотивировать себя, когда никто нас не мотивирует? То есть как самому себя заставить делать то, что не хочется делать? Например, бросить курить, учить английский язык, заниматься какой-то деятельностью, которую не хочется делать, или же похудеть и так далее. Прежде всего, хочу сказать, что если вы заставляете себя делать то, что вам не хочется, вам нужно пересмотреть свою деятельность. То есть, возможно, вам стоит заниматься чем-то другим. Это в плане профессии. А если вам нужно заставить себя похудеть, учить английский язык, то здесь можно воспользоваться следующими советами. Во-первых, у вас должна быть огромная причина, а лучше несколько причин, почему вы должны делать то, что вам не хочется делать. Например, вам нужно учить английский язык. Вы для себя так решили, что вам важно выучить английский и любой иностранный язык. И вам нужно понять и написать на листе бумаги причины, почему нужно учить иностранный язык. Почему именно записать? Потому что мы так устроены, что очень часто забываем то, что мы хотели сделать. Мы забываем. И если вы будете время от времени напоминать себе, зачем вам учить английский язык, то это будет для вас глотком свежей самомотивации. Например, учить английский язык для того, чтобы найти хорошую высокооплачиваемую работу. Зачем вам работа? Для того, чтобы путешествовать, для того, чтобы кормить, одевать семью и так далее. То есть должна такая просматриваться логическая причинно-следственная связь. Зачем? Почему? Связь к этой причине. Если вы хотите похудеть, зачем вам худеть? Для того, чтобы лучше себя чувствовать, то есть для здоровья. Или для того, чтобы найти спутника жизни. Или же какая-то другая причина. Если вы хотите, например, бросить курить, тоже причина должна быть. Зачем вам бросить курить? Для того, чтобы цвет здоровой лица у вас был. Или чтобы меньше тратить времени. Чтобы не травить своих родственников, сигаретных дымов и так далее. Итак, первое правило самомотивации. Вы должны для себя понять и написать на листе бумаги, зачем, почему вам выполнять то, что вам не хочется. Если вы правильно ответите для себя на этот вопрос, то половина самомотивации уже вам гарантирована. Второй принцип самомотивации. Вам нужно устроить такой соревновательный дух. То есть можно с самим собой соревноваться, можно соревноваться с другими людьми. С самим собой, например, вы хотите бросить курить. Устраивайте сами собой соревнования. Такой рекорд устанавливайте, что вот я не покурил, даже несколько часов для кого-то это будет великое достижение. Не покурил несколько дней, это рекорд последних лет. Не покурил неделю. Ой, какой я молодец, неделю не покурил. И обязательно себя вознаграждайте за то, что вы смогли сделать то, чего у вас раньше не получалось. Это соревнования с самим собой. А с другим соревнованием, это когда вы с кем-то, может даже и спор такой затеять, кто дольше продержится без сигарет. Сами с собой можете соревнования устроить, например, по изучению английского языка. Сколько слов сегодня выучил, три слова, завтра пять слов выучил, послезавтра выучил, десять слов и так далее. Или с кем-то тоже соревнуетесь, кто больше перевел символов английских и так далее. Можете с другим человеком соревноваться в плане похудения. Кто больше сбросит за определенное время, за неделю или за месяц. Кто выиграл, тот и молодец. Или же какой-то спор материальный, то есть на какую-то сумму денег. Это тоже будет для вас дополнительным стимулом. И сами с собой тоже можете устраивать соревнования. Сколько вы продержитесь без сладкой, без жирной пищи. Или насколько вы можете похудеть за определенный проводиток времени. Третье. У вас должна быть позитивная мотивация. Вам нужно понимать, ради чего вы это делаете. То есть если у вас вообще ничего не радует, вы не находите стимула, придумайте его сами себе. Например, если я в этом месяце похудею на пять килограмм, то я позволю себе съездить куда-то отдохнуть. Или же я схожу в ресторан. Или же я поеду куда-то. Или позволю себе какой-то предмет, который не мог себе позволить. Телефон, планшет и так далее. Если я не прокурю, не буду курить в ближайшие 2-3 месяца, то я тоже позволю себе какой-то подарок. Какую-то плюшку себе позволю и так далее. То есть у вас должен быть позитивный стимул, который вы сами себе придумаете. Позитивная самомотивация. И последнее, что я хочу сказать, это негативная мотивация. В некоторых случаях это еще больше силы имеет, негативные мотивации, когда вы сами для себя либо же придумаете, либо же вы понимаете, что вам сулит самого плохого в случае, если вы не сделаете то, что вы запланировали. Если вы не будете сами себя мотивировать к какой-то определенной деятельности. Например, если я не брошу курить, то это приведет к каким-то негативным последствиям для моего здоровья. Если я не сброшу вес, то это тоже к плохим последствиям приведет. Если я не найду работу до конца месяца, то у меня могут быть в моей семье серьезные финансовые проблемы. Если я не выучу английский язык, то я так и дальше буду работать на этой работе. Ни о ком повышении не может быть и речи. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, пользуйтесь этими методами, самомотивируйтесь и подписывайтесь на мой канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok